Всем привет, друзья! С вами снова я, старый, добрый Макс. Вот уже неделю я пользуюсь своим новым ноутбуком Lenovo Z710. Суперский комп, мне он реально нравится. Наконец-то я его дождался. Как раз я его заказал, когда у меня старый ноутбук просто сломался, он уже просто выключился. Я хоть его отремонтировал, но он просто уже больше не работал. И вот, новенький компьютер. Короче, я им доволен. Вы сейчас меня спросите, а раньше-то почему ты не снял ревью, когда комп-то у тебя только появился? Я хотел на него закачать программы, с ним разобраться. И если всё будет в порядке, я запишу ревью. Всё в порядке, как вы уже видите. Значит, новое видео-ревью моего нового компьютера. Погнали! Lenovo Z710, версия Windows 8.1. Диагональ экрана 17 дюймов. Процессор i7. 8 гигабайт оперативной памяти. Картографики. Nvidia GeForce. Стоп, 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 стоп. Кому это вообще надо? Вот кому это вообще надо? Скажите мне. Давайте погнали, я расскажу, что я на компьютер установил и нравится он мне или нет. А вот эти все цифры там, i7, 8 гигабайт оперативной памяти и какие-то там другие ещё цифры. Умные дядьки могут вам рассказать, там другие видео вообще про всё это. А я просто хочу вам рассказать впечатление. Итак, начну с того, какие программы я установил на этот монстр компьютер. Самый крутой вообще. Изначально на нём был антивирус Макси. Он был настолько умный, этот антивирус. Он всё время сканировал, обновлял. Я вот тут подумал, да блин, нафиг мне он такой нужен, но он реально достал какие-то обновления. Я ему сказал, ну макс, знаешь что, мне никого-то, мусорку. Он пошёл, я его удалил и закачал свой любимый антивирус бесплатный АВАСТ. Следующую программу я установил Пинто Свитчер, которая перелистывает русский на английский и обратно. Очень удобная программа. Само собой, я установил торренты. Без них уж никуда. Вы наверняка, если следите за моим каналом, то вы знаете, что я учусь в русской школе по скайпу. Так что без скайпа уж точно никуда, я его тоже установил. Я люблю слушать музыку, поэтому я установил свой любимый плеер Jet Audio, который просто всеядный. Он читает все форматы MP3, MP4. Вообще, крутой и удобный. Затем я установил программу Nero, чтобы записывать диски. Следующую программу я установил Бандикамчик, чтобы записывать с экрана монитора. Дальше я установил программу Клиник. Чистит память моего компьютера. Ну, а теперь я перехожу к главному. Установил я программу Sony Vegas Pro. В этой программе я монтирую все свои видосики. Дальше я установил программу Handbrake. Переводим на русский означает ручник. Эта программа сжимает размер видео. Ну и как же без фотошопа? Конечно же я его установил. Ну, я из обычных фоток там делал свои крутые превьюшки. Вроде бы все сказал. Что осталось? А, кстати-ка, я еще захожу в Net, используя браузер Google Chrome. Кстати-ка, вот еще что. Microsoft мне предлагает с восьмерки бесплатно обновить эту версию на десятку. Я еще этого не сделал. Мил Гарин, размышляю. Как вы думаете, это стоит делать или нет? Напишите внизу в комментариях. Ну, вот ты рассказал про то, что я установил на этом ноутбуке. А теперь, как он мне нравится. Как он мне нравится. Да он просто мощный компьютер. Мой старый компьютер, который, можно так сказать, сломался сейчас. Ну, вот просто. Он монтировал 20-минутное видео при полных настройках, при максимальных настройках, знаете, сколько он его рендерил? 5 часов. Вот этот компьютер, 20-минутное видео, при максимальных настройках рендерит это видео. 20 минут, 5 раз быстрее. Просто суперский ноутбук. Ну, вот и все, друзья. Я вам рассказал свои впечатления о этом ноутбуке, на котором я уже работаю почти 6 неделью. Год пройдет, может быть, будут какие-то другие впечатления, может быть, сломаться. Кто знает. Так что, пока что мне он нравится. И это все на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забудьте всегда оставаться крутыми. Пишу, например, известному блогеру Зверьё. На мой канал в кредит. Можешь меня упомянуть? Просто упомянуть. Денег нет, но я отработаю. В ответ... На почту приходит очень много всякой хрени. Когда пишет школьник какой-нибудь. Илюха, я хочу стать твоим партнером. Что? Пожалуйста, денег нету. Прорекламируй мой канал. Честно, просто я на такие письма не отвечаю. В ответ... Тишина. Пишу другому известному блогеру. А он мне в ответ. Пошел ты нахер. Даже такая ситуация у меня была. Договорился как-то я с одним известным блогером заснять совместку. Я свою часть заснял и выслал ему. Этот известный блогер пишет. Через неделю сниму свою часть. Прошел год.